Добрый день, дорогие зрители! Сегодня вновь с вами мыльная пена и спешим вас познакомить с самыми последними новостями со всем тем, что произошло у нас со звездами шоу-бизнеса Латинской Америки. Итак, первые новости у нас про Уильяма Леви. Давно мы ничего такого про него не рассказывали, но накопилось. Итак, первая новость такая, в общем, средненькая. Пишут, что Уильям Леви отказался дать автографы своим фанам. Дело происходило на каком-то там между собойчике актёрском. И, в общем, прорвавшимся фанам не повезло взять у Уильям автографа. Ну, дело-то в том, что, в общем, те, которые там были люди, да, вот из актёрской среды, они уверяют, что, в общем, конечно, это всё полное враньё, что ничего подобного не было, что Уильям вёл себя очень, так сказать, любезно, что все, кто у него в автографы просили, все эти автографы получили. В общем, придумали журналюги, как всегда. А вот вторая новость, она, в общем, достаточно такая, как бы сказать, негативная. Ну, опять-таки, непонятно, было это, не было это, ну, во всяком случае, за что купили, за то продаём. Что прочитали, то и пересказываем. Итак, значит, дело было в столовой для персонала телевизора. Уильям сидел на заднем, там, значит, где-то там в самом конце этой столовой, значит, чтобы его никто не видел, и тихо, мирно ел. Ну, вот. И когда, значит, он ел, он неожиданно поднял голову и увидел, что какой-то молодой парнишка, один из работников телевизора, его якобы снимает. Вот. Уильям очень, в общем, возмутился этим делом. Вот. Стал кричать, что ты делаешь. Тот говорит, ничего не снимай, я просто разговариваю по телефону, случайно в вашу сторону повернулся, в общем, никаких снимков. Илья не поверил, подошёл к парню, а парня где-то около 20 лет, довольно щупленький, а Вилли у нас же, в общем-то, лось. В общем, короче говоря, он стал этого парнюшку трясти. Вот. Потом отобрал у него телефон, стал его проверять, есть ли там эти снимки. Оказалось, что никаких снимков нет, что действительно мальчик разговаривал по телефону, никого не трогал. Вот. Но вместо того, чтобы извиниться, Уильям, значит, громко, чтобы все слышали, сказал, значит, так, запрещаю снимать себя без моего разрешения. Ну, народ, в общем, на это дело ничего не ответил, а парень, когда слегка, в общем, ну, как бы сказать, в лёгком ступоре был, а потом, когда отошёл от этого ступора, сказал, да я вообще не знаю, кто ты такой, и в какой-то там новелле снимаешься. Ну, в общем, как бы вот неприятно. Ну, и в дополнение к этому ещё одна новость со съёмок «Латен Пестат». Чует наше сердце, что у Сальвадора Михеи будут ещё проблемы. Значит, проблемы какого рода. Ну, мало того, что Вилли из себя тут звезду изображает большую, вот, есть ещё одна проблема по имени Иван Санчес. Значит, что там случилось? Иван пришёл на съёмки с диалогами, которые для него написала сценаристка Лилиана Бут, и эти диалоги были полностью им переделаны. То есть он ни у кого разрешения не спрашивал, он как бы никаких, так сказать, санкций не просил ни у продюсера, ни у режиссёра. Сценариста тоже он в известность не поставил. Короче говоря, он взял, сам все свои слова переделал. Режиссёр возмущений. Сценаристка, в общем, пока непонятно, как реагирует. Она вообще там нервная у нас. А Сальвадор Михеев вроде бы пока никаких выводов не сделал, но кто его знает? У Сальвадора, у него, в общем, нравы обычаи просты. Если что не по нём, он просто-напросто увольняет человека из навалла и все дела. Ну, известно, что Иван имеет такой, так сказать, подарочный характер. С Телемунда его уволили. Вы знаете, что он снялся в новелле «Королева юга», и после этого приглашали в новеллу «Лицо мести». И вот, и он, когда там проходил кастинг, он, в общем, там отличился. Значит, каким образом? Он, в общем, сказал, что все, кто с ним там рядом снимается, весь каст вообще полная фигня, это не актёр, а чёрт знает что. Сценарий полная фигня и вообще чёрт знает что. И вообще он слишком хороший актёр, чтобы сниматься в этом дерьме. Ну, после этого, сами понимаете, гуляй, Вася. Ну, вот, посмотрим, что сейчас на телевизоре будет. Значит, ещё одна у нас новость, очень такая, знаете, странная довольно. Все вы помните актёра Хосе Ангеля Льямаса. Актёр, он очень известный. Так вот, он ушёл из профессии. Ну, причём не просто так ушёл, а, в общем, решил посвятить свою жизнь Богу. И он это мотивирует тем, что, в общем, у него всю жизнь были большие проблемы с самоидентификацией. Вот, когда он родился, его отцу было уже 50 лет, и между ними взаимопонимания никогда никакого не было. И он, в общем, постоянно рос вот под гнётом вот этих вот взаимоотношений странных, да. И что ещё он сказал? Он сказал, что, несмотря на всю славу, несмотря на все свои успехи, в общем, мира и покоя в его душе не было. И, кроме того, даже и в семейной жизни покоя не было, поскольку его жена, актриса Мара Круату, венесуэльская актриса, она, в общем-то, вышла замуж за совершенно другого человека. Она выходила замуж за принца, каковым Ангель, Хосе Ангель не являлся. Ну, вот, а теперь, в общем, всё в порядке. Ну, скажем так, слава тебе, Господи, успокоился, замечательно. Будем надеяться, что, в общем, это не скоропалительное решение, а, так сказать, осознанное вполне. Ещё одна новость. У нас Мануэль Кокососа отличился тут два раза причём. Значит, вы знаете, это венесуэльский актёр, последний его роль в новелле Наталья Дельмар. Ну, вот, значит, он ярый чавесист, он сторонник покойного Чавеса, ну, во-первых, потому что он встречается с его дочерью, Марией Габриэллой. Вот, когда его жена Шанон Далима его покинула и стала встречаться с Марком Энтони, бедный парень утешился сразу же. Вот, а второй, так сказать, вторая неприемность у него случилась совсем недавно. Дело в чём? Непосредственно перед президентскими выборами он вместе с будущим президентом Николасом Мадуро ехал по улицам Каракаса и раздавал автографы. Ну, и вот, когда он раздавал автографы, с него сорвали очки и бейсболку с венесуэльским флагом. Ну, как бы, это дело нормально, Каракас это, в общем, довольно криминальное местечко. Но Коко Соса оказался не лыком шит, он догнал гада, отобрал у него всё, что тот, значит, свистнул и разразился горячечным монологом, причём монологом матерным, простите. Ему очень долго кричали, что заткни фонтан, Коко, что ты делаешь, ты дискредитируешь не только себя, но и Николаса Мадуро. Но тот сказал, вы что, вы что, не понимаете, сколько мне это стоило, эти очки же дорогущие. Да он, сволочь такая, всю жизнь он такие не заработает. Ну, в общем, с трудом его остановили, вот, решили, что фонтану надо отдохнуть. Ну, что можно сказать про него? Молодец парень, значит, нет таланта, так надо же как-то в жизни устраиваться. Значит, надо поближе к властям, а желательно к представительницам слабого пола. Которые, в общем, сами-то женщины малокрасивые, но, в общем, этому красавчику обеспечат сладкую жизнь. Далее у нас новость о Факунда Арана. Факунда Арана недавно перенес операцию по удалению аппендицита. Вот, сейчас он уже из больницы выписался, уже, как бы, восстановился, в общем, готов вернуться к работе. Ну, Факунда что-то в последнее время у нас как-то, это, проблемы у него со здоровьем. Мы, в общем, очень хотим, чтобы у него этих проблем не было. Актер он замечательный, и мы желаем, чтобы все у него было просто, ну, просто в самом лучшем виде. Так что, Факунда, держись, не сдавайся. Ну и последняя новость на сегодня, это Асфальдо Риос. Асфальдо Риос опять влюбился. Значит, на этот раз он встречается с кубинской танцовщицей по имени Тайми Оливера, по прозвищу Динамита. Ну что, девушка, она у нас танцует в каком-то кабаре, девушка довольно такая экзотическая для кубинки, блондинка. Вот, ну, что мы скажем, нормально. Слава богу, Асфальдо отправился от предыдущего брака с бразерянкой Кассианой Россо, которая сделала все, чтобы ему в жизни спахабить. Уж чего только она про него не рассказывала, что мариквана он курит, и что он ее бьет, что он ей извиняет. Ну, в общем-то, сами понимаете. Ну что, опять-таки поздравляем, даже если эти отношения длителями не будут, мы рады, что у него все в порядке. Ну вот тут вот есть у нас фотографии замечательные, как он вместе с Тайми ходит по магазинам, вот он в бутик зашел вместе с ней, и закупаются они нижним бельем. Ну что, жизнь идет, все в порядке, все замечательно. На этом как бы все, что у нас на сегодня имеется. Ждем вас на следующей неделе. Будут новости, и новости будут интересными. До свидания.